Перед толпой возвышался изящный юноша, чья внешность совсем не напоминала о шметке времени, в которой вплетался запах фальши и предсказаний. В эпоху тревожных событий, когда каждому человеку тревожно за завтра, появлялось множество хиромантов и мудрецов, их слова плетились в клубок вместе с тревожными мыслями народа. Талантливый и благородный, стоявший там, он выделялся из толпы, словно бриллиант среди обычных камней. Его утверждения о взгляде на судьбы всего мира вызывали вопросы и сомнения. Он лишь предвещал лишний обман или же действительно обладал даром прозрения. Ответ на этот вопрос останется в ваших руках, ведь только просмотрев видео до самого конца, вы сможете сделать соответствующие выводы. Когда страсть стирает границы, даже самые гордые цыгане могут покинуть свой табор и оставить за собой кочевую жизнь. Так поступила Лолита, она оставила свою родную обитель и осталась навсегда в уютном ирландском поселении Брей, чтобы стать женой Билла Уорнера. Мужчина полюбил ее, а она откликнулась взаимностью, однако, как часто бывает, их любовь принесла им лишь несчастье. В 1866 году на свет появился их сын Уильям, которого назвали в честь отца. Семейное счастье не было долгим. Всего лишь когда мальчику исполнилось 7 лет, Лолита заболела и ушла из этого мира. Билл стал погружаться в бутылку и забросил своего сына. Оставленный самому себе, мальчик вырос беспутником. От матери он унаследовал цыганскую хитрость, любовь к свободе и умение предсказывать будущее. Точка-точка. Хотя, если быть откровенным, даже мать не смогла предвидеть свою собственную судьбу, а сын закончил свои дни не так, как бы того хотелось. Точка-точка. Но об этом позже. Уильям Уорнер сбежал из дома своего вечно пьяного отца прямиком в Лондон. Там ему удалось устроиться на работу к шарлатану-предсказателю Григу Доусону. Уилл знал, что у него тоже есть дар видеть будущее, но опыта ему еще не хватало, поэтому он решил, что Доусон сможет его научить. В свою очередь, Доусон увидел в Уилле настоящего ясновидящего и понял, что его дар будет полезен. Таким образом, они нашли друг в друге подходящего учителя и ученика. Уилл научился входить в транс, закатывать глаза, принимать загадочный вид, использовать странный голос, словно призывая духов, и при этом убеждать в своих уникальных способностях. В конечном итоге, Уорнер усвоил все необходимые знания и, в довершении всего, украл серебро из буфета, удалившись от Доусона. Спустя несколько лет Уилл исчез из Лондона. Где он находился все это время, осталось тайной. Однако он снова появился в столице, уже в возрасте за 25, но теперь он представлял себя не как Уорнер, а как граф Луис де Хамон. Интересно, что выбор псевдонима был не случайным, его цыганский дед, согласно рассказам матери, умел готовить великолепную ветчину, известную как «Хамон». Однако, почему именно этот псевдоним был выбран Уиллом, остается загадкой. Возможно, он звучал внушительно. Цыганский парень решил, что фальшивое имя и титул ему недостаточны. Он придумал себе еще один псевдоним «Хейра», или «Чира», что по-гречески означает «рука», а также «Хиромантия». Он начал рассказывать всем, что побывал в Египте и привез оттуда мумию, не просто мумию, а руку принцессы Макитатон, дочери Эхнатона и Нефертити. При помощи этой мумии Хейра устанавливал астральную связь с принцессой Макитатон и, таким образом, предсказывал будущее. Разнося слухи и легенды о себе, граф Хейра Хамон стал известным пророком и хиромантом. Его цыганские занятия приносили ему процветание. Он всегда попадал в точку, возможно, потому что на самом деле был тем, за кого себя выдавал, настоящим ясновидящим. Уиллу также помог случай, хотя для кого-то он оказался несчастным. В Лондоне часто совершались убийства, и иногда сыщикам приходилось разгадывать сложные загадки. Однажды был убит очень богатый и влиятельный человек, и нужно было срочно найти его убийцу. Единственным следом были отпечатки ладони на двери, покрытые кровью. В то время отпечатки пальцев еще не были изучены, поэтому Скотланд-Ярд обратился за помощью к хироманту. Именно к графу Хейра. Он, исходя из линии на ладони, составил портрет молодого человека, родственника убитого, который носил массивные золотые часы в левом кармане брюк. Подозреваемого быстро нашли и арестовали. Это дело было настолько громким, что об этом писали все газеты Англии. Уилл Уорнер, или граф Хамон, был столь высоко оценен и прославлен, что к нему стали обращаться толпами. Славы в Великобритании Уильяму Уорнеру показалось недостаточно, и он отправился через океан, чтобы покорить Америку. В стремительно развивающейся стране к нему обращались знаменитости, предприниматели и те, кто жаждал успеха в политике. Никто не осмеливался обвинить Хейра в шарлатанстве, все уходили довольными, а его предсказания сбывались. Конечно, встречались и скептики, которые наведывались к графу с одной целью – разоблачить его как мошенника. Принц Уэльский даже лично посетил сеанс у Хейра. Хиромант предсказал ему, что принц откажется от трона ради любви. Наследник британской короны лишь посмеялся, ведь как он мог бы отказаться от такого величия. Однако спустя 10 лет принц действительно женился на разведенной Уоллес Симпсон, отказавшись от престола ради нее. Даже Оскар Уайльд, знаменитый писатель, являлся клиентом Хейра, хотя искал лишь возможность высмеять провидца. Но предсказание Хейра оказалось правдой – Уайльд был опозорен и выгнан из страны спустя 5 лет. Король Эдуард VII узнал от Хейра дату своей смерти, которую он записал на листке бумаги, храня его в своем письменном столе. И когда наступило время, король скончался, и его наследники нашли записку – все оказалось точным. Эдуард VII, будучи дядей российского императора Николая II, обратился к Хейра, интересуясь судьбой своего племянника, особенно в свете неспокойных настроений в России. Хейра предсказал королю, что племянник и его семья подвергнутся ужасной смерти. Трагедия царской семьи была известна в Великобритании задолго до того, как она произошла, но многие относились к этому скептически. Уильям Уорнер сам побывал в России в 1904-1905 годах, когда там процветал Григорий Распутин. Говорили, что Распутин обладал сверхъестественными способностями. Хейра также предсказал ему смерть, уточнив, что он погибнет от яда, ножа, пули и утонет в Неве. Распутин поверил предсказанию британского провидца, так как сам видел что-то подобное в своих видениях. Однако, возможно, он не вполне верил, именно поэтому беззаботно отправился на ужин к Юсупову. Граф Хамон предсказал, что Россия будет тонуть в крови и переживет новые волнения, что вызвало удовлетворение в английских властях, так как русское государство, особенно после перехода к коммунизму, являлось неприятным фактором для всей Европы. Это предсказание было сделано в 1926 году, когда еще живы были воспоминания о революционных событиях в России. Возможно, Хейра видел в этом предвестие Великой Отечественной войны. Когда же все тревоги в России прекратятся, Хейра утверждал, что наступит эра Водолея. В этот момент Россия начнет подъем и, в конечном итоге, обретет такую мощь, о которой никто даже не мечтал. Однако британские власти предпочли умолчать о этой части предсказания, чтобы не ранить свои чувства еще раз. Из-под пера Хейра вышла увлекательная книга предсказаний в 1928 году. В ней содержались пророчества о событиях, которые должны произойти в наше время, то есть спустя сто лет после написания книги. Эти пророчества звучат очень фантастично, конечно. Согласно предсказаниям, Лос-Анджелес и Нью-Йорк будут разрушены страшными землетрясениями, а с дна океана поднимется затонувший материк Атлантида, при этом другие земли будут затоплены. США понесут основной урон и почти исчезнут с карты мира. К 2028 году ученые смогут изобрести новое топливо, которое заменит нефть, и золото потеряет свою ценность. Люди смогут летать сами, используя удивительные механизмы для индивидуальных полетов. Однако, Хейро не говорил о самолетах, так как они уже существовали в 1928 году, а о других – совершенно новых аппаратах. Провидец не знал о своем собственном будущем, так же как и его мать-цыганка. Считается, что Хейро начал считать себя настоящим аристократом, возможно потомкам богов, и перестал помогать людям, делая все только за большие деньги. Его алчность поглотила его дар предсказания, и он утратил свою способность. В 1929 году, когда началась Великая депрессия в США, Хейро остался без гроша. Экономический кризис, который начался в Америке, затем распространился и на другие страны, оставляя многих в нищете. В следующие годы Уильям Уорнер пытался вернуть свои деньги и свой дар, но несмотря на все усилия, ему ничего не удавалось. Спустя семь лет проведенных в полном забвении и нищете, граф, скончался в больнице для бедных. Говорят, что сделки с дьяволом именно так и заканчиваются.